Участвовать в жизни своего многоквартирного дома, принимать важные для жителей решения можно дистанционно, находясь в другом городе и даже стране. Теперь не обязательно устраивать очные собрания собственников, достаточно организовать электронное голосование в единой информационно-аналитической системе ЖКХ. Для этого необходим только выход в интернет и подтвержденная учетная запись на госуслугах. Вы, как собственник, находитесь где угодно, на отдыхе, в деревне, на работе, дома у себя. Вам на телефон приходит сообщение, что в системе ЕАС по вашему дому проходит собрание, либо проходит опрос. Примите участие. Вы, как собственник, открываете это сообщение и читаете, о чем собрание и о чем опрос. И принимаете решение, да, нет, согласен, не согласен, воздержался. Войти в систему можно через сайт ЕАС ЖКХ или с помощью мобильного приложения. В личном кабинете каждый собственник сможет увидеть историю всех электронных голосований, проведенных в его доме. Кроме того, можно самому инициировать опрос или общее собрание собственников МКД в электронном виде, став администратором референдума. Голосование начнется не ранее 10 рабочих дней после даты инициирования и продлится от 7 до 60 дней. В формировании собраний всегда определяется начало, конец собрания. И, соответственно, когда собрание заканчивается по времени, система автоматически формирует протокол, который соответствует всем требованиям законодательства и на основании этого протокола подводит итоги. Голосование в единой информационно-аналитической системе ЖКХ абсолютно безопасно. Вся личная информация надежно защищена. Те, у кого нет технической возможности проголосовать в электронном виде, смогут сделать это на бумажном бланке. Кстати, система сформирует документ автоматически. Администратору собрания нужно будет только распечатать его, а после заполнения собственником отсканировать и внести данные в ЕАС. Также остается и смешанная форма. То есть кто-то может в электронном, кто-то в бумажном виде все равно проголосовать. Я считаю это главным, основным, потому что, да, мы понимаем, что очень легко многие пользуются всеми гаджетами, но есть люди, которым это сложно. Но для них также остается их вариант, поэтому я думаю, что, в принципе, это удачный вариант для всех. Актуальность проекта подтверждают и жители Одинцовского округа. Ведь уже почти половина жилых домов муниципалитета опробовала на себе голосование с помощью единой информационно-аналитической системы ЖКХ. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.